номера получил сейчас вот среди этих машин вот хорошие выберите так сказать какая по вашему мнению принадлежит мне на учет поставил только что ну для доставок напомню брал соответственно сейчас дам вам несколько секунд чтоб подумать хорошенько но ответ будет где-то ближе к середине видео чтобы все пока конец связи ну чтож время поздороваться с вами александр андреевич кузьмин логично наверное будет вначале про бабушек про походы за машинами только потом уже пропагнуть так сказать что это за машинка у меня сейчас я вернулся за и бдд ставил авто на учет не знаете там очень красивая девчонка за мной очередь стояла как девчонка лет 30 плюс вот она за мной в очередь стоит а я потом присел так сказать она прямо рядом со мной ну чтобы меня видеть потому что сами понимаете там может быть я вообще исчезну и что дальше за кем в где быть она ко мне подошла прям очень близко и спросила за кем я ну и продолжила стоять я продолжил сидеть значит она в общем-то ох пока она стояла прям передо мной я хоть смог разглядеть так сказать формы такие вот ее сексуально но очень это все блуд так далее мы от этого я боковым зрением чистое с ним чуть-чуть на чтоб так это просто ну там там все было классно называешь у меня сейчас либидо на нуле практически там и так далее ну практически в общем то все равно там совсем там микро процент тестостерона все-таки оставался до этого все было хорошо сейчас все плохо наоборот для меня это не привычно вот по старой памяти все-таки ухнул кайфанул от женщины река у нее кстати дети есть я так подумал может быть даже не один вот ничего против девушек женщин с детьми я не имею там нет ни она одна была очень-то красивой соответственно она поехали дальше в принципе там логично еще будет поговорить про шо за отношение у меня к машинам чтобы вы понимали значит я делю машину на два типа либо недорогие простые хотя бы не жалко что у тебя простая машина может ее за копейки купил у меня в жизни были такие машины а к прям начнем с козырей за копейки купленная и ну перепродана немножечко ну нормально семерка карбюраторная семерка инжекторная и ларнас причем вначале был ларус потом а карту себя в обратном порядке сейчас про проговорил и все дешевле 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 были машины почему то что еще раз делим на две категории моем случае по крайней мере мир автомобильные либо простенькие но они должны быть недорогими и как бы никого мы не оскорбляем простенькие то значит вот как у меня и папа такой любишь без понтов были вот без понтов но есть без понтов извиняюсь машины но банальный пример лада веста спорт не gt mp3 lsd просто лада веста в такой средней комплектации стоит она может быть и полтора миллиона но тем не менее разницы для нет либо это а к за 50000 либо это ладда веста за полтора миллиона очень простые машины существуют в нашем мире простые машины и соответственно если смысл переплачивать такой смысл переплачивать нет уже допустить одно и то же а к или веста никого не открывая просто берет как все у нас в этой жизни устроена и дальше уже вторая категория 2 категория тоже машинки как говорится что вот как ему я еще раз я автомобили очень люблю с детства все марки модели практически знаю с ранних лет могу даже по детали в машине по части там по половине фаре сказать шо ца за машина даже в каком рестайлинге даже если там очень слабенько там миличайшими деталями отличаются рестайлинги вот даже вот как вот машина может ну ладно соответственно я все это могу раз хочу значит могу отличить различить значит дальше ну видео может быть будет прерывисто урывисто у нас это мысли собрать в голову для этого и кровоснабжения получать ну соответственно идем дальше а что у нас по крутым машинам понятно дело что я катался на каршерингах дорогих снимал дорогие машины я кайфовал это я очень сильно кайфовал джелл ешка ну вы видели там в одном из видосе джелл ешка белая значит дальше ну инфинити куэкса тоже легенда что называется да куэкс 80 предпоследнем поколении в рестайлинге там уже аудиосистема изменяла короче какая разница нормально все соответственно то есть вот если кайфовать то по полной программе то и машина если дорогая то она должна быть крутой а не так чтобы дорогая и беспонтовая вот все-таки на меня машина это элемент еще я вот люблю вот с детства чтобы было круто вы уж простите но 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 в то же время как вот база сейчас модно говорить или не база но это слишком уж тоже заезженное слово ну это точно фиг так сейчас сбился сбился память у меня ошибается секундочку секундочку терпим продышим сейчас полюча о все вспомнил все молодцы значит молодые люди еще раз к вам обращения молодые не совсем молоды неважно кто меня там в каком ценовом диапазоне соответственно размер члена повторюсь неважно не комплексуйте по этому поводу неважно маленький большой все при взаимодействии с противоположным полом привлекательности это вам или наоборот унижательности некрасивости не добавит раз уж про красивость заговорили внешний вид вообще сука никак не влияет вообще никак не влияет но если вам кажется что вы некрасивые вы урод вы не можете какие-то части в себе принять они вас раздражают вот над этим стоит работать вот это точно женщин будет отталкивать соответственно ты можешь быть сверх красавчиком но при этом лохом извиняюсь пожалуйста не принимаешь ну вот про комплекс закомплексованным лохом не принимающий себя из-за этого не принимающий и других и очень сильно отсюда вот такая вот херня получается но ты при этом красавец казалось бы с бабами будет огромная проблема за это тема а может быть уродом вот раз уж это нет вообще такой ослой нельзя говорить но я так образом чтобы попроще было и побыстрее может быть уродом но ты можешь это уродство вообще за уродство не считать и принимать потому что это не уродство уродом это вот если вот комментарии пишут урод но это вот больные люди кстати женщины есть тоже среди вот таких вот комментариев наверняка я уверен если вас кто-то когда-то там вам говорит что вы очень толстый какая-нибудь деревенская девка или еще какую-нибудь хуйню сморозит сморозит у тебя там ноги кривые это такая же закомплексованная конченая дура вам просто она не нужна в принципе нет если это ее такое вот мнение в принципе искаженная под ее комплексами вы на него будьте добры и внимание не обращайте вы положительно если вас захваливать тоже старайтесь на это внимание не обращать чтобы это никаким образом не влияло на вашу самооценку вот не надо не надо далее идем машины машины тоже вообще абсолютно никаким образом не влияют на самооценку абсолютно но по крайней мере и не повышают не не должны повышать не ради того чтобы повысить самооценку мы берем машину или чтобы ее понизить соответственно не ради того чтобы клеить баб лучше стало вот не забываем что я до сих пор не нашел взаимную любовь там так сказать но вы помните что еще трансфективная ревность что я если кого-то и ищу то мне нужно только чтобы вот сами понимаете без ну девственно все все вы знаете что те через перспективно делать все хватит успокоились успокоились продышались вот я вот вы меня сбили зачем вы заставили меня опять унижаться опять про это рассказывать а вот зачем в очередной раз пройти свои муки и страдания короче говоря машина приобретается не для того чтобы клеить девушек вы даже девушкам неважно есть у вас машина крутая машина тем более большинство девушек не разбираются начатки вроде какая-то хорошенькая машинка но и не разбираются машины какой смысл их особо ты не привлечь этим короче говоря это вообще абсолютная бесполезная тема машина это не магнит для девушек крутая машина это не магнит для девушек вообще никакой взаимосвязи с этим нет ну и не крутая машина. Если ты нормально сам это принял, нормально реагируешь, вот у меня яка и семерка была, она тоже никоим образом нормально адекватно, не деревенскую, не закомплексованную девушку, не ЧСВ-шницу, но это тоже болезнь ЧСВ, я считаю. Болезнь и признак тупости. Признак ошибки, ладно, тупых вообще не существует. Признак ошибки, вот и все. Ошибашность чистости. Ошибашность чистости, это просто выгод это самое. Начали мне тут пороть горячку. Вот так. А вы не горячку пороть? Мы против этого всего. Это не православие. Ну ладно, все, успокоился. Мне надо продышаться, я просто устал сегодня. Я дальше вам расскажу, что за хрень сегодня произошла. Ну и в принципе вообще, просто нужно соблюдать хронологический порядок, а меня вот это вот все вышибает. Еще раз, машина никак не влияет на нашу самооценку, не должна влиять. Все. Ни в плюс, ни в минус. Все, успокоились. Хорошо. Значит дальше. Сейчас буду вставлять видеоролики, чтобы вы это не сбились. Как я за этой машиной топаю. Самое интересное, что первая же машина, которую я посмотрел, сейчас у меня эта машина и есть. Но, разумеется, я предварительно, не просто так, это первая попавшаяся. Я долго подбирал. Как я ждать не люблю, ждать не вижу. Я достаточно быстро все это сделал. Ну там, по параметрам, по автотеке, по хуйотеке и так далее. Да нет, берем потом, что у меня сегодня это самое. Вот. Соответственно, дальше. По хронологии. Ну, в общем, я потом расскажу, что там произошло. В общем, мне за этой машиной пришлось гоняться. Просто гоняться и продолжать страдать и мучиться от этого. Ну, я здорово она страдался. Потом, раз уж по пути, где я ее смотрел, но не покупал, я, соответственно, пошел к бабушке потом, потому что она рядом живет. Ну, про бабушку, про обзорную квартиру, обзор на бабушку небольшой, тоже все это будет в видосе. И там уже, под конец, ну, сейчас я буду следующую перебивку, дальше про машину рассказывать. Ну и что это за машина, и так далее. Вы, естественно, все это узнаете. Не забываем, что, чтобы поддержать меня, если вы хотите работать в Яндекс.Е, Яндекс.Лавке, как я, на машине, ну, или нежелательно пешком, ссылка, как всегда, в описании. Регистрируйтесь, переходите и устраивайтесь онлайн, без всяких там таксопарков и комиссий и прочей хрени, через меня. Таким образом, поддержите меня, если, кстати, поддержу вас. Ну и определенными лайфхаками поделюсь, как меньше уставать, больше зарабатывать. в этой помойке, просто есть помойке. Значит, идем дальше, все, сейчас перебивка будет. Значит, ну, марку, потом объясню, и модель я одну рассматриваю, просто единственное, рестайлинги могут попасться, соответственно, вот, один иду, пока что, без экспертов, без помощников, чисто, чтобы посмотреть, там, как мне понравится, не понравится, стоит ли дальше вообще двигаться, именно конкретно по этой машине. Внешне, ну, там, сочетания мне нравятся. Дальше посмотрим, есть там нюансы, определенные, насколько тоже, врут, не врут, менеджеры. Мы прекрасно понимаем, что, если не участника брать, участники на ее будут, на автосалонах, так, раз в миллиард больше, то есть, винномер подложный, в объявлении подставить, как мило дело вообще. Ну, пробег скручивают, тоже прекрасно, понимаем, ну, и абсолютно необъективно дается информация, постоянно, там, лишь бы заманить, салон, ну, и сами понимаете, еще фейков до хрена, фейк объявлений, тоже, приманок. Маршрут был, как мы любим, уж курьеры, все-таки пешие, через препятствия, через забор, но повезло, что выходила бабушка, этот забор снесла, открыла мне путь. В общем, примерно вот здесь вот, этот автосалон находится, сейчас будем изучать, смотреть, нравится, не нравится. Ага, район, Эльмаш, что ли? Ну, наверное, Эльмаш, Екатеринбург, если очень интересно. Ветер дует, я понимаю, шумы повсюду, помехи, так-то, предварительно, я им, естественно, связался с ними и договорился о том, что приду, прибуду. Ладно, все, пока конец связи. Ну, первый автомобиль осмотрел, все, вот, в салоне в данном. В принципе, за такую цену, там, соотношение цена-качество адекватно, наверное, адекватно. Они изначально его, вообще-то, дороже выставили. Людей-то, люди все равно деньги все считают, сумасшедших мало, хоть и много, тем не менее. Че, покатались, тест-драйв, минус, то, что сейчас все-таки зима начинается, на летней резине, а на данную машину, не знаю, я уже палил, нет названия, марку, модель. В общем, 50 тысяч где-то за 4 колесика. Ну, понятное дело, что без дисков, без всего, без установки. Фух, сторговаться, но поскольку это не частник, тут тяжело будет, только если в кредит брать, ну, и то, знаете, символическую сумму выторговать. Я хотел, просто изначально мне писали, что у них менеджеры, конечно, не просто так ездил, что зимняя резина есть, что они сейчас будут переболтовываться, ну, с лета на зиму, точнее, переболтовываться. Но, пифик, там совсем другая информация, вот видите, дизенхоу кинули, салоны, салоны постоянно наебывают, либо они сами не знали, но, скорее всего, так, чтобы завлечь от балды, сказали тоже. Значит, соответственно, так, внимание, сквозной проход, через двор закрыт, пожалуйста, выбирайте другие пути обхода, вот это вот отвратительно. Вот раз у меня бабушка выручила тут, запустила мне, запульнула дверку, что я там, там, торпедировался, в итоге перепрыгнул, а сейчас вот такой огромный крюк, там, на 30, там, тысяч километров делать, ну, ничего, что у нас тут рядом привод, а тем более. В принципе, не так и долго далеко обходить, я думаю, перенесем это. Ну, вот уже недоброжелательная уже обстановочка. Так, ну, все, я думаю, еще, скорее всего, в один, тоже опять салон, частники, еще редко отвечают, съездить, сегодня, ну, он в другом конце города, и там что-то менеджеры мне не хотят звонить, что ли, как ветер, ветер дует. Короче говоря, я уже два раза попросил перезвонить, все, никакого движения нет, я сейчас вот искать обход, все в заборах, ненавижу, хоть и не на доставке, но триггеризм, триггеризм присутствует, скорее всего, тут тоже все закрыто, манять. я думаю, вообще к бабушке пойти, она тут относительно рядом живет, минут 30 пешком, ну, для, что, для пешего курьера, это расстояние плевое, не знаю, даже как здесь обойти все, пройти, сейчас еще выяснится, что здесь тупик. Ну, и там уже будем думать, будем смотреть, просто сейчас темнеет поздно, темнеет рано еще, и сильно похолодает резко. Он, кстати, мне еще предложил машину Lexus RX 2003 года, ну, цвет не ходовой, серый, не наш, короче, вариант. Если честно, я думал, что она будет еще хуже, эта машина, что-то все-таки меня напугали и так далее, что салона, обман. То есть надеялись на худшее, получилось чуть получше. Блядь, это вот какой я сейчас делаю круг, какой я делаю круг, сука, чтобы попасть в эту залупу. Опять, ладно, все, короче, пока нет связи, потому что я сейчас придумываю, как все это обходить, тут промзоны пошли, блядь, твоя ебаная, вот так вот так делать, сиплять, кнопочку бы поставили бы, блядь, чтобы можно было выйти. Хорошая машинка, интересно. Она извиняется за кассу. Ладно, все, пока конец связи. А, вот тут еще такая хрень. Ай, ладно, все, пошел. бабушка ждет, что называется. Где, где? Я тут уже, открывай дверь. Не открыла. Бабушка, говорю, все-таки плохо слышит. Неужели там вообще, там, помню, работает, работает? В тот раз открывала. Ты не открыла, не открыла. А я эту, главное, открываю дверь. Сейчас одну минутку. На кнопку жми там в домофоне. Да что ж такое? Ну, эта бабушка прикалывается, видимо, делает вид, что ты ничего не понимаешь. так можно долго простоять, часа три я еще, не забывайте, в туалет все время хочу. Так, ожидали. Ожидание, чудо. Может, кто-нибудь выезд зайдет, но так. Открываю еще. О, все, открыла. Открылась. Все, идем дальше. Так, ну, по состоянию мопов, как говорили, потолки, горельяда, все такое. Инжектор, проректор. Там была собака, но ему уже все-таки деньги за рекламу не заплатили, но вот я, собственно говоря, вот такой вот мальчик, естественно, оригинал, сами все понимаете. За такие копейки выгодно все, как говорится, кто у нас это? Джинсы, джинсы какие-то, мля, ёпта. Спина, прямо давайте, шапочка, металлургический завод, вот там, там столько меня, там сзади столько, там я, там я, и там опять зеркало, давайте настроимся, я просто не вижу. Там видите, там еще я, и еще я, ааа, до бесконечности, ребята, это бомба. Ну все, сейчас бабушка, обзор на бабушку-то надо, но мы еще раз, за рекламу мне никто не платит, но на ее хату там и так далее, новоиспеченную хату, для этого она жила, если вам очень интересно, Екатеринбург, тоже район, там как раз, где рядом, это предельная фабрика, завод, забы, комвольный, или комвольный, не комвой же, комвойный комбинат, ёпта, принято, принято. Сейчас там планет, выйти как-нибудь бабайка, ну-ка, лен, оп, ку-ку. Так, ну вот, собственно говоря, вот так вот у нас работает система. Бабушка там уже открыта, ладно, несанкционированная съемка, нужно разрешение спрашивать, там, квитанцию заполнять, я вот, не знаю, стоит или нет, какое окно какое-то. Ну все, я пришел. Сейчас, Саша, сейчас я выйду. Да можешь сидеть пока, отдыхать. Саша, сейчас я выйду. Ладно. Да сейчас я. Да ладно, ладно. Подожди, Валенька. Не слышит. Чего ты там говоришь, я все равно не слышу. не слышу, сейчас я. Какие мышцы. Потом прямое включение. Ой-ой-ой. Прямое включение, обзорка, сейчас вывод. Так-так-так-так-так. Да вон, видишь, у меня монтаж идет. Я ютубер, блогер, миллиардник, миллиард подписчиков. Ой, привет. Давайте, вот сходил я в этот автосалон, сходил я к бабушке, машинка мне, в принципе, понравилась. Я там, автотеку по ней купил, пробил, все, ничего сверх криминального там нет. Я не боюсь, вот как вы знаете, раз я уж сходил в автосалон, я не боюсь салона, я не боюсь перекупов, но, прекрасно понимаю, что тебя будут просто в каждом слое наебывать. Вот я его там, так вот уши, можно сказать, закрыл, а, ага, ага, так-так-так, что-то, угу, 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 короче говоря, не воспринимаю всерьез, что он там рассказывает. Дальше, автосалоны, вот я в основном говорю про автосалоны, куда, куда я делал, по продаже БУ автомобилей, за лупо, короче, это все. Дальше, они мне все пытались навязать кредит, просто, да мы за вас, два месяца, оплатим, мы вам и колесики зимние подарим, и скидочку сделаем на машину, приобретите в кредит, еще через наш салон, пожалуйста. Вот он, сука, так менеджер этот бегал за мной, чтобы я кредит взял, так даже уже по-хамски, по-хамски, говорил, что, а вот вы кредит, наш, борзеете, что ли, не берете, епта, вы шо, нахренели? Не беру, а мы тогда вам не дадим ни скидку, ни колеса, ну и все, вот так, значит, все. Думаю, надо техническую экспертизу этой машины заказать, ну, короче, эксперт, вот этот, Эльдар, автоподборы, я выбирал между тремя подборными организациями, всем известный, Эльдар, автоподбор, мне не понравились, там, какие-то конские неадекватные тарифы, абсолютно неадекватные тарифы, следующее, вот я смотрю и его канал в том числе, но вы, может, не знаете, ДСС Групп, есть там, вот, его подбор, еще третья, ноунейн компания, ноунейн, там, вообще, неадекватные цены были, в общем, мне, более-менее, понравилось, вот, у этого ДСС, условия, у чувачка этого, ну, понятно, что там не он, лично выбирает, он вообще в Питере находится, ну, все, назначили мне экспертом, все, там, оплатил договоры, филоворы, и скатался он в четверг эту машинку пропикивать, прощупывать, там, подъемничек, тест-драйв и так далее, потому что, ну, я же в техническом, все эти ошибки и так далее, пик-пик-пик, на компьютерная диагностика, там, я же все это не умею, не разбираюсь, я разбираюсь в моделях-марках, но не в технических этих нюансах, я чинить машины не умею, не умею, я туда не лезу, в принципе, поэтому вот, позвал эксперта, и там пиздец начался опять с этим салоном ебучим, блядь, вот он мне, что сказал, что эта машина поставлена на комиссию, на продажу собственником, что это машина от собственника, понимаете, и что, он просто не хотел заморачиваться и поставил машину в салон на продажу, на эту, а я говорю, а сколько он владел до этого, этого, я вам этого сказать не могу, тут уже подозрительно, что ты, блядь, не можешь элементарно, ну, возьми ты, что, ПТС, или как это называется, я уже по-русски это плохо разбираюсь, там же все написано, сколько собственно, ты просто по вину пробей, у тебя же все есть, у тебя это по-любому записано в твоей книжечке-то, с чего он владел, сколько, а значит дальше, все, эксперта я уже заказал, эксперт у патронов, и, пиздец происходит, вообще жесткий пиздец, просто, мы договорились как раз таки на четверг, и с этим менеджером, потому что у него два дня будут выходные, а после этого он уходит в четверг, после дождичка в четверг, соответственно, и подборщик тоже у меня назначен на четверг, осталось два дня до четверга, я заказал подбор, и мне подборщик пишет, слушайте, а это вы попросили, чтобы объявление с сайта убрали на эту машину, а я ни хера не просил, а вот уже я уже все понимаю, что какой-то пиздец, ее что продали, блядь, уже плачу, можно сказать, с театра вышел, не забываем, что там это на актерские эти искусства, таланты и так далее, всем это труппа, не труппа, я, кстати, к ним ходил, ну, нормально, там на три сестры, значит, на той неделе это было, к нашим ребятам, мы там сцену варили, ну, в общем, ладно, какая нам с вами разница, да, с девчоночками, что там по девчоночкам в театре происходит, там жестко, там, как бы, не все так просто, там вот, страсти кипят, страсти кипят, я говорю, там вот этот вот мужик, который говорит, что ему 35, на самом деле, он 45-летний, я все уже пробил, ой, он клеится к девкам, а я мучаюсь, потому что, ну, что ж ты, он отбивает у меня все, всю поляну прочищает, сычешь поляну, короче говоря, я уже не знаю, чую как, тем более, там, с пробегом, не с пробегом, как говорится, репсективная релиз не сработает, сработает, в общем, там тяжко очень, я ж не могу так сразу сказать, как вот мои мамы в свое время сказали, Кошкина, а ты целка? Простой народ, ну, естественно, до моего рождения сильно, там, я лет до вот тоже 20 с лишним была, к маме, кстати, у меня мать такая, достаточно, тетенька-то у нее, я не знаю, сколько половых партнеров было, но, к сожалению, дохуя, как мне кажется, ну, 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 вот, сука, армяне, вот мы вот, все, вот эта вот, браво-бравь чертова, и так далее, страсти кипят, вот это нехорошо, блядство, вот это все не есть хорошо, еще-то, а я наоборот, видите, я за грехи своего дяди, там, вот расплачиваюсь, своей матери, что у меня проблема большая, с тем, что до сих пор так и не нашел, девушку, взаимную любовь, и так далее, поехали дальше, в 20 с лишним лет, без отношений, ну, что это такое, неудел, неудел, пришлось вместо этого покупать машину, вместо того, чтобы у меня была девушка, гиперкомпенсация должна присутствовать, ну, вот, заменим такой псевдоальтернативой, в виде автомашины, а вообще, какая-то, нахрен, альтернатива, ты же мучиться будешь, понимаешь, мучиться, ну, ладно, все, хватит протянуться, что-то мы отвлекли, в общем, я, блин, чуть ли не до слез уже, да нет, у меня слезы пошли по-любому, потому что я понимаю, что у меня, все, машину-то продали, что ли, а мне она понравилась, она, в общем, чувствуется сразу же, что машина своя, дальше, но история на этом, естественно, не заканчивается, я пишу этому менеджеру, который на отдыхе два дня, он говорит, не продали, игноируют меня дальше, не продали, а нахрен тогда объявление все убрали, но явно не для того, потому что я ее буду смотреть, мы такого, ну, не договаривались так, значит, думаю, врет он мне, пишу дальше, уже другим менеджерам, там, двоим, одним я написали, вот, на Авито, или на Дроме, добрый день, машинка продана, все, я разрывусь и не замечу, но это я уже на следующий день, говорю, и мало того, что она продана, они мне, как, ну, даже автосалон, говорят, ну, вот, если вот такая, только в другом филиале у нас, говеней гораздо, комплектация самая минимальная, просто, ну, вы что, с ума сошли, что ли, и чуть дороже гораздо стоит, думаю, ну, нахуй мне такое счастье, ты как хочешь, я за так не дам, это вот, я, Анастасия Волочкова, папа мой, Порфирий Волочков, лучше говоря, едем дальше, но пока-то мы не едем, пока мы и ходим, потому что все-таки с машиной это беда, пишу третьему менеджеру, какого хрена, я уже договорился с экспертом, и специально на четверг, потому что у вас, блядь, этот менеджер, чтобы ему там галочка поставилась, чтобы ему в план эта машина вошла, чтобы он денежку за нее получил, мы специально вообще-то на четверг договорились, а вы, суки, ее продали, блядь, не могли забронировать, деньги-то уже эксперту отданы, и мне пишет уже третий менеджер, что, нет, машина не продана, ее забрал владелец, что за странный владелец, какие-то странности уже, появляется что-то владелец, кто забрал, кто не забрал, и что меня на понт берете, ну там они много брали на понт, не только чтобы я кредит взял, я иду дальше, все, говорят, но мы готовы завтра, в определенное время, приезжайте там столько с утра, ну нам назовите, когда вы приедете, ну ваш эксперт, и мы вам машину покажем, фух, я думаю, ну конечно, пидорасы, я говорю, ладно, давайте, договорились на время, но говорю, что-то давайте вот без этого всего, что там машина то продана, то не продана, в общем, поехали дальше, я, естественно, ну как вы знаете, там в этом салоне, когда сам ее проверял, я там прокатился, там ничего не было, все хорошо, было все аккуратненько, работало, но, эксперт смотрит, он же мне скидывает видосы в WhatsApp, там больше 180 сообщений, вот этот эксперт хороший был, в DSS группе, там еще дальше потом история будет, DSS групп, и я слышу, что воет очень сильно гур, ну насос гура, а когда я катался, там такого звука не было, а там, чтобы все это менять, ну понятно, весь гур-то вряд ли нужно менять, но как минимум насос, это уже затраты, и при том, что этот гур новый был, он гур был заменен недавно, насос у него, по крайней мере, это китайский просто, понимаете, китайское дерьмо, поэтому оно сразу же сломалось, начало вытекать и дико выйти, вот, но это не такой уж и криминал, то, что там все течет, все течет и все меняется, понимаете, как Геродот, Герострат, там, Геро, этот самый, Гевариял, все-таки, вот, соответственно, из Эфеса, или откуда он, или из, ну, ладно, кто такой, кто интересуется новостройками, и Екатеринбургом поймет, поэтому не будем, не будем шутить, но там, можно пошутить, мы не будем, или из Союза, ну, ладно, чуть-чуть пошутил, пошутил и хватит, или из Принзипа, ладно, все, тихо, видите, хватит меня сбивать, меня все время сбиваете, это вот побочки препаратов, но про это тоже рассказывать надо, о, это из ДВГ, на самом деле, в том числе, ну, в общем, все вот это вот, демоток проявляется, как ты машину-то водишь, сумасшедший, тебе психошка, у тебя же, в диспансере, трехразовое питание, реально, не перди, за ты с моим детям дальше, ну, гур, хрен с ним, никакой катастрофы, но, так, что, уже надо полить, что это за машина, но давайте пока еще не будем, но уже вам скажу, ну, короче, ладно, не буду пока, там, при технической диагностике, вот, одна была такая ошибочка, неприятненькая, при том, что ее, вроде как, год назад устраняли, за достаточно большие денежки, и вот это меня, с одной стороны, наберегало, с другой стороны, я подумал, так, на гур надо скинуть, на зимнюю резину, и на вот эту вот ошибочку, на ее устранение, ну, в общем-то, ладно, давайте-ка, надо тогда, бабки-то хорошенечко, скинуть на эту машину, и вот, если они согласятся, то я ее куплю, а если нет, то буду искать дальше, и соответственно, все, ну, еще раз посмотрел эти фотки, видео, от эксперта, нюцы, и, что я могу сказать, пишу менеджеру, так, вот если вот я в ближайшее время куплю, за сколько мне готовы продать, и мне чувачок, этот менеджер, называет цену, на 100 тысяч меньше, чем она стоит, то есть 100 тысяч, как раз таки, скидывает, я такой радостный, я ему звоню, говорю, да, 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 а вы все-таки в кредит, возьмите, нет, пошел нахуй, ну, тогда мы вам колеса не дадим, а так бы и скидочку, еще и колеса, нет, давай-ка тут, Вася, ладно, я, в общем, три раза переспросил, в WhatsApp, в сообщениях и при звонке, он мне подтвердил именно эту сумму, прошло минут 15, я уже собираюсь и уезжаю, это было 2-3 недели назад, а машина у меня только поза-поза вчера появилась, на секунду, то есть, что было после, да, сейчас мы узнаем, в общем, мне этот Вася говорит, так, стоп в WhatsApp, когда вы эту машину смотрели, цена у него была, и называет цену, в общем, то, что он мне скинул 100 тысяч, он называет обратно откат, 100 тысяч, то есть, вот как она и была, еще и плюс 20 тысяч, то есть, он охренел, он еще дороже мне цену назвал, я говорю, нет, Вася, Вася, там было на 20 тысяч дешевле, не надо мне говорить, и у него там то, все, 5-10, давайте ко мне, либо вот, еще раз, по этой цене, на 100 тысяч дешевле, как ты первый раз сказал, либо я машину не покупаю, он говорит, нет, я говорю, предложите собственнику, раз у вас там какой-то собственник есть, тыр, тыр, он говорит, ну ладно, только не на 100 тысяч дешевле, а на 60 тысяч дешевле, мы готовы ее продать, я думал, минут 5, все-таки, ну как бы, 40-то тысяч, нет, нет, все-таки, думал, нет, нахрен мне нужно это, я хочу именно, чтобы 100, вот он изначально грыл эту цену, парню, тут я готов, и тут он начал врать, что у него, на 8 часов уже, на нее есть люди, ну в общем, пиздобол, ладно, ну вот, так вот, автосалоны, едем дальше, значит, и тут он, как в детском саду, может быть, себя ведут, только, знаешь, давайте что сделал, удалил все эти сообщения, где он писал про цену, и в игнорме, это нормально? Потрясающе, ну соответственно, я понял, что все, хозяин забрал эту машину, окончательно, раз он не согласился на эту цену, ну думаю, надо заказывать тогда, подбор под ключ, мне это все надоело, я вызывал-то только разовый подбор, он стоил 6150 рублей, плюс автотека, ну автотека, сколько стоит одна, ну хрен знает, думаю, вот в этой же компашке, у этого же эксперта, мне он понравился, я закажу, полный под ключ, подбор, там еще дальше, вот, это еще было бы, 42 тысячи, плюс, дальние выезды, ну точнее, выезды из города, они все тоже дополнительно оплачиваются, причем, не херовенько так оплачиваются, значит, но, мне Никита сказал, что с понедельника готов приступить к работе, что ладно, хорошо, давай-ка мы эту машину будем подбирать, в принципе, можно, и в понедельник вечером, мне звонит Никита, Никита, ну другой Никита, другой подборщик, и говорит, что я займусь вашим этим вопросом, буду подбирать вам машину, а мне не нравится, у нас коннект с тем Никитой был, он меня понимает, и он машину смотрел мне, и я знаю, как он себя ведет, а тут какой-то другой, значительно моложе, а вдруг у него опыта меньше, тот-то по звуку все определяет, поломки, а этот что, но через следующий, еще через день, мне звонит третий человек, блядь, вот за это я ДСС ненавижу, то есть, все-таки компанию я выбрал, но я ее, наверное, не рекомендую, ну разовый выезд, да, ну подбор под ключ, блядь, третий человек уже, только все заняты, дикая, главное, деньги заплатил, договорился с Никитой первым, что он будет, я специально подниму, он как бы, ну его выделили под меня, под договор, а этот, сука, занят весь, и вот только третий человек, Антон, говорит, все-таки я, вообще я займусь подбором вашей машины, Антон, конечно, вообще ни хуя, никакого коннекта у нас с ним не произошло, благо я отдал, вначале только предоплату, плюс еще 5000 на выезд по одной из машин, он ни хуя не делал, ни хуя не работал, очень долго, просто, я жду, я ждать ненавижу, из-за того, что он ни хуя не делал, у меня прямо из подноса ушла охрененная машина, в общем, я вообще, наверное, автоподбор вам не советую заказывать, так вот, единичные подборы, машинки сами выбирайте, там, автотеку у него пробиваете, сами ездите, вначале, сами туда, и потом, если машина вам понравилась, то только тогда, вот этот вот, технадзор, техобзор, заказывайте, а так, блядь, это бездельники, просто, не главное, деньги забрать, в общем, я ему еще доплатил за выезд в Каменск-Уральск, это, короче, область, и то он, блядь, так скатался, охуенно, ночью, ночью, опоздав на 6 часов, еще и сказал, что он вообще, наверное, не поедет, на 6 часов, черную машину, ночью, немытую, еще и обещал договориться на подъемник, он не договорился на подъемник, понимаете, шиза, за 5 тысяч, вот я доплатил за эту хуйню, в общем, деньги на вестер, как вы понимаете, но съездил он там, показал мне эту машинку, машинка очень дорого стоит, и знаете, там тоже лукавство, в каждом слове, масло в коробке заменено, там, 12 тысяч назад, километров назад, а то, что этот пробег был 2 года назад, что по факту масло-то там 2 года уже стоит в этой коробке, не указано, естественно, на объявление, он именно вот, при таком пробеге менялся, просто она потом, вопрос, почему-то, мало-то каталась, дальше, масло в двигателе, ну, в общем, он очень много владелец этой машины врал, это как бы очевидно было, я думаю, хрен с ним, скатайся ты, скатайся, Антоша, вдруг там действительно супермашина, никакая-то не супермашина оказалась, мне она, ну, как бы не очень понравилась, ну, да и цвет не такой, как я хотел, я вот влюблен, это был именно вот в тот цвет, и в ту машину, и там у меня есть очень редкая, как бы такая финтифлюшка, которая мне тоже очень нравится, из-за которой у меня огромные проблемы сегодня были, ГИБДД при регистрации, ну, все, сейчас уже будем раскрывать потихонечку все эти, как это называется, карты, по машине, и тогда, сейчас такая вот основная часть, что это за машина, потихонечку, не торопимся, значит, мне, и тут я вижу, что появляется объявление, я сам всем занимаюсь, я им не доверяю, понимаешь, они нихуя не работают, только деньги забрали, объявление, смотрю, так это та же машина, ну, которая была в автосалоне, которую забрал хозяин, соответственно, я пишу этому чувачку, говорю, то, сего, 5, это 10, это та самая, из авто, как этот слон-то назывался, Atlantic, из Atlantic Pro, он говорит, да, я вас знаю, то, что вы эксперты вызывали, мне все это сообщали, просто вы цену сказали, так я говорю, я цену-то не просто так эту назвал, вообще-то менеджер изначально хотел мне за эту цену и продать, он говорит, ну, я вот прям за такую цену не готов вам отдать машину, но все равно, как бы, ну, и скидывает мне сходу, там, нормальную сумму, при том, что он этот Гурс заменил на нормальный, на хороший, по крайней мере, насос, там еще какие-нибудь там натяжители, ролики, это не разбирать, ну, короче, там заказ-снаряд есть на 30 с лишним тысяч, это хорошо, как бы, что мне это самому не надо делать, соответственно, и скидывать можно на это и не скидывать, но все так же нет зимней резины, пофиг, и самое противное, самое неприятное, что я же уже за подбор заплатил, вот в чем дело, этому воську 5 тысяч заплатил, видите, у нас одни воськи повсюду, это обидно, ну, что ж, поделаешь, откуда я знал, кто из нас мог догадаться, что этот чувак, в итоге сам выставит, через несколько дней, там, неделька с лишним прошла, две недели, может, прошло, эту машину выставит, он живет еще и рядом со мной, в ЖК Просторы, машинка у него там, но, говорю сразу же, да, это, де-факто, ну, или де-юре, хозяин может быть, потому что он поставил на учет ее, и только, кстати, он ее на учет поставил, когда вот последний раз забирал, понимаете, когда ко мне, точнее, когда к машине, к этой приезжал мой эксперт, то есть она уже была на других номерах, я смотрел на одних номерах, смотрю, другие, и уже пермский край, то есть, в любом случае, мне номера пришлось бы сегодня менять, в ГИБДД, и какие мне номера дали, ну, об этом позже, едем дальше, соответственно, фух, как я устал, я, в принципе, устал, еще тут говорить, ну, нормально, ничего, вытерпим, приедем, но я это видео, наверное, не в среду сегодня выложу, завтра, в четверг, появите меня правильно, короче говоря, это, я говорю, все, договор расторгаем, в одностороннем порядке, идите нахер, больше не надо мне ничего подбирать, все, он обиделся, что они обидчивые-то такие, удалил это тоже, все там заблокировал, и все, надо было просто работать, а то, только когда я ему под жопу пирал, он работал, а так несколько дней, вот, просто заняты, все заняты, ладно, в общем, перфикту, этот чувак, перекуп, но, ой, какое страшное слово, перекуп, такое же страшное, как ДТП, такое же страшное, как скрученный пробег, забегаем на ПРЭД, в этой машине, есть все, из того, что я перечислил, там есть ДТП, но у меня это, не ебло, так скажем, продает ее перекуп, а до этого еще, вообще, автосалоны, и, ну, вот, что, третье, я забыл, память, память, еще раз, значит, пробег скрученный, поехали, сейчас, все вот эти вот пункты, я вам буду называть, что за скрученный пробег, пробег, не скрученный, 100%, там ошибка на 12 тысяч была, автосалон, вот этот вот, указал, в объявлении всего-навсего, просто, пробег на 12 тысяч, больше, чем есть у этой машины, там даже на фотке, на спидометре, совсем другой пробег, он меньше на 12 тысяч, понимаете, и тут уже все программы, это преподносят, как факт скрутки пробега, пробег не скручен, это хотя бы по состоянию, в принципе, все машины, понятно, очевидно, далее, ДТП, еще и заказ наряд, там был по ремонту, ой, 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 как страшно, ДТП дохуя, ой, 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 что делать-то, все, крашеные элементы есть, ребята, машины АБУ, успокойтесь, как бы, без ДТП не обойтись никак, как бы это ни звучало, без ДТП никак не обойтись, даже не по вашей вине, если вы очень аккуратно водите, какие-нибудь ненормальные, ребяточки, врежутся на своей, там, не будем говорить, какой машине, чтобы никого-то уже не оскорблять, взят, понимаете, не по вашей вине, абсолютно, в общем, ДТП, если, не тотал, не стреляли подушки, если, там, не менялись силовые, но не страдали, соответственно, не менялись, не варились, не отрезались силовые элементы, ничего такого сверхъестественного не было, то хоть 5, 6, хоть 7 ДТП, ничего страшного, мелкие притертости там, там врезались, там бампер поменяли, там бампер поменяли, ничего страшного, в общем, у моей машины, я не помню сколько, но в районе 5 ДТП было, в районе 5 ДТП, я расчехлил, там, все тоже пробил, все это указано один из продавцов несколько лет назад один из собственников владельцев он указывал что это были за дтп и даже вот этот расчет на сумму там большую по ремонту вполне может быть даже если там зина был такой расчет там по замене двух дверей слева либо это фикция была чтобы накрутить страховые скорее всего это была фикция пошел он по крайней так написал либо даже если это было это была реальная замена дверей и че такого ничего такого абсолютно абсолютно ничего такого новой двери так если хорошо все сделано хорошо покрашено вообще похуй ребята вообще пух серьезно не бойтесь этого и продают перекупы все поехали следующий этап про этого товарища перекупа зачем он на учет поставила и так быстро какой смысл если ты и продаешь не продаешь в общем история этого перекупа и вообще этого автомобиля владелец он есть на штрафах там такой крутой дяденька попадает все время на штрафа сдал ее эту машиночку в автосалон купил новую издал в трейды салон оценил ее очень дешево но накинул всего лишь соточку и тут эти ребята по связям перекупа бегом 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 и вы купили эту машину тоже дешево достаточно и зачем-то чтобы не терять время выставили ее к своим друзьям ну опять же в автосалон нужен другой по продаже был автомобилей авто ну я серьезно забываю про атлантик пробовал эту машину там такую цену загнули в общем несколько месяцев 600 плюс просмотров они не могли эту машину продать уж огромная цена была и всех пугало вот то что меня не пугает то что аварии то что факт скрутки пробега хотя нужно просто досконально разбираться и как вот эксперт который проверял эту машину он разобрался в ситуации и поэтому он не даже тдт по-честному что да это не будет ошибка если ты и купишь эту машину нормально то есть мы с ним как бы в этом плане не боимся без предрассудков все шарить ничего страшного в этом нет значит ну там изначально это целом вообще бешеную цену и вот только когда он снизил цену нормально ну образно говоря нормально не нормально потом еще в торгового раз я эту машину обнаружил на сайтах для продажи автомобилей соответственно они нихрена так не смогли продать в этом автосалоне машину обратно забрал ее владелец чтобы поставить на учет на самом деле ну перекуп они что-то мы тоже схему проворачивали в трейд-ин что ли что-то сдать там выгодно две машины сдать одну получить в общем это их дела у них не получилось это хорошо потому что благодаря этому машина там не в итоге досталась ну я сторговал хорошо сторговал но не идеально прям сверх хорошо ну хорошо в торговал обзорчик на машину и так далее я вам потом выкачу чтобы увидел так уже очень длинная соответственно там будет наверное ролики он не все уже сейчас будет ролики покупка машины и так далее даже там вы спалить этого перекупа как он ко мне приехал раз он рядом живет и попросил чтобы на этой машине приехал сам с усам к магомеду гора чтоб приехала пришла гараж ну все в общем сейчас следующие перебивочки будут на видео будем идем длинные ребята девчата sorry sorry джонни мне когда завтра сделаем наш пиздюк он смотрим пары не горят электроника не работает он сейчас собьет шагов твои дети 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 поворотники не наплывай не туда показано и поехал поехал на сейчас деби катерника будет он уже сопровождение вот нормально доставка надо сейчас будем смотреть если все плохо то естественно никаких покупок если с того времени эксперт смотрел я что-то сильно изменилось что конечно а если все также ну или может лучше наверно возьму ну стресс называем что стесняюсь волнуюсь все приходится делать самому к сожалению к сожалению надо одеваться уже я и вы выдвигаться ну брать с собой оружие естественно винтовки даже ладно все пока пока ну вот открывается вот так все это выглядит ничего особо интересного такая вот кучка из бабла вашу сейчас никто не хакнул не это не обосрал не оборвал пока вроде никого нету сейчас будем пересчитывать и все так вот эта сумма и выглядит соответственно и вся процедура очень долго ждал пока мне блок снимут и так далее с карточки там проверяли мошенники или нет соответственно ну сейчас будем подписывать с егором договор его уж я светить не буду только ноги нормальный мужик то что перекуп что вы это не выебываетесь все люди понимающие ну и все в принципе остальное уже дальше сниму вам потом на связи ну что ж мальчики и девочки ну девочки машинами не интересуются особо машинами машинами все машину купил машина моя заправлять и отдыхать собственно говоря отмечать мы ничего не будем нам пить нельзя ну все аварийку выключаем и на заправочку там тоже кто-то сзади на аварийке в принципе машинка неплохая хорошая там для курьерства как говорится документики там все есть все сверил ой ну что ж порядное дело что любая была машина это вложение к ним уже заранее готов не успев еще толком на ней поездить ничего вот первое вложение начинается собственно говоря с заправки это относительное вложение то все таки не вложение на ремонт ладно пока пока первые траты есть уже полторашка пока страшно больше приятного мало согласись это чё за машина у тетушки интересно не пропустила меня два килограмма за 84 рубля девяносто я сейчас даже не действует 29 октября ну классно можно не пропускать такое что даже пятерочка мешает еще вот обещанная вставочка про сегодняшнюю эту регистрацию гибддшную понятное дело что до этого я работал в яндексиде в три смены на этой машине не было страховки но и не стояла она на меня на учете ну что поделать что поделать страшно но нужно же работать и в каких условиях вообще охреначно работал насколько это тяжело в принципе в городе миллионники в яндексиде там хотя в центр закидывают это все я отснял но честно попозже и так видео такое не коротненько и мягко скажем вышло ну сегодня она уж не буду рассказывать что очередь такая была что участника 2 2 часа 10 минут где-то в этом гибдд пробовал чтобы получить свои номерки и тогда значит вот перепродавец вроде опытный чувак на пару лет может старше молодой но опытный наверняка не не первую машину перепродал ну блин он допустил ошибку в дкп у меня назвал не кузьминым а кузьминых ну это ладно хрен с ним он дал мне пустой бланк дкп как знал как в воду глядел и там есть его подпись я дал ему свой вариант со своей подпись тоже пустой бланк дкп мне пришлось все это переписывать и уже не кузьминых а кузьмин стал но еще же что он сделал он не подписался в дкп в этом самом птс если время путаю птс стс бума на бумажке он это не расписался понимаете и в гибдд это все спалили естественно как это не спали что нет подписи владельца прежнего это еще не все там гораздо хуже в гибдд кое-какая история будет сегодня когда ставил на учет какие там проблемы возникли значит и мне тетенька гибдд сниса прямо говорит в этом окошке и что делать своим будем я даже не знаю на такие ресницы были наращены я говорю более-менее симпотно ну что делать что делать я ее подделаю я за него распишусь прям так напрямую и сказал повезло что тетка адекватно оказалась она мне эту бумажку так повернула я расписался дала мне еще ксерокопия паспорта что там подпись но она у меня была совпала в более менее похожую сделал его выгоду простая достаточно подпись ну и все вопрос этот мы сняли а вот потом уже когда все эти документы оформил не получил еще ну на оформление уже все подал и пиздец там же надо машину показывать что я подъехал к этому либо дэш нику мужичку блядь боровичку это пиздец просто нахуй сука он мне все нервы леп блять ладно начало сматывать и тут говорит у вас пороги не заводские а я эту машину очень-то специально мне так понравился цвет и пороги по что-то очень редкая опция в них заводская не заводская я уж не знал это большущая редкость а мне вот эти вот пороги еще с детства я их все время в машинах рисовал это же круто когда у тебя ступеньки такие есть в общем блять мне этот мужик говорит пороги снимать надо какой нахуй снимать это опять время терять опять ждать я ждать ненавижу но я ему объясняю ебать блять копать нахуй какие нахуй пороги две недели назад прежний собственник поставил ее на учет и насрать было на эти пороги до этого я по архивным фоткам посмотрел у всех владельцев там какого 2018 что ли года эти архивы есть там номера грамме том же патрумру и так далее куда он выкладывал там везде есть эти ступеньки блять и они везде то есть они снимали же потом обратно вставить то есть на учете я уверен на сто процентов что всем было гаишникам наплевать на эти ступеньки а мой да ёпся блять вот просто нахуй да ёпся и все ну я уж думал что неужели пиздец что ли он чем совсем охуел что ли думаю ебать дать я уже там все документы подал то есть у 5 10 и вот только сейчас начинает мне ну короче говоря в общем он вредный вредный даем даем был с этой машины потом в общем то я его заболтал более-менее нормально он говорит ну вам повезло что они не выпирают сильно хотя с этой стороны не выпирает но он что-то совсем ёбнутый мужик может ёбнутый то есть он начал говорить с левой стороны выпирает а справа и нет чем наоборот хотя не но естественно одинаково то есть он троллить уже такой общеж он начал троллить я на это как бы реагировать особо не стал думал ничего не часто сама вот этот колоннаду сейчас будем продолжать кто в этот театр какой-то я заебал меня здорово с этими дать ступенечками нахуй но в итоге все нормально и что номер какой нам дали те пермские номера сняли у меня же в Екатеринбурге регистрацию сами знаете где я живу в общем-то моя подписчица знает и мне хотелось конечно номера чтобы были но я люблю как бы сами понимаете эти татуировки детские собственно на лямках там не только кошки тут еще есть красивые номера но понятное дело что это нужно быть сверхизучим чтобы прям вот три семерки допустим те же получили надо быть сверхизучим человеком просто тебе повезло и все в моем случае тоже очень хороший номер дали красивый достаточно прям такой более-менее там приблотненный не блатной но приблотненный поэтому я сегодня охерел тоже как вот этот гибддшник я ну это один раз такое можно сказать один раз только я просто номер тестировал я взял нас там есть в глобусе дерматологический институт и парковка в нем ну и там пробка при выезде с парковки глобусовской напротив этого института находится соответственно машинки стоят этой пробки а я из этого института выезжаю и по встречке потому что знаю когда там зеленые загораются и обогнал и поехал ну я-то на заказ торопился вы же понимаете у меня заказы были яндекс еда так бы я ни за что бы не стал бы это нарушать и но я номер на самом деле номер просто тестировал и все не забываем чтобы поддержать меня мученика составляется во первых если вы подписчица вы должны уже наконец-то основное отношения строить ну говорится ну если там подпоходите вы мне я естественно вам по если вы меня смотрите это прям то чтобы я в я-то подхожу но вы мне чтобы тоже там скинули там нормально скиски ульдона ты бля я не про это просто соответственно дальше еще раз не забывая яндекс еда яндекс лавка ссылка в описании по моей ссылке устраивайтесь в ведение ставлю поддерживаете меня поддержите меня уже поддержка и соответственно телеграм-канал тоже ссылка в описании все мучаю и страдаю архитектура потихоньку движется конкуренция вот нанимал этих нам девочек студенток тяжело тоже казалось бы что все хотят работать но нормально нормально чтобы найти работника этому вчера собеседование вроде принято вроде там умеет все все хотят еще очень большие там зарплата по 120 тысяч и так далее по 130 с минимальным опытом ну что там больше мы будем делать чем они по факту их учить придется знания вы получаете за это можно ладно все давайте с вами был александр кузьмин израиль израиль кузьмин кто-то смотрел до крайнего момента самого тут ну вообще да и кто не смотрел тоже спектус